В музее «Дорога жизни» осветили закладной камень на месте будущего памятника сторожевому кораблю «Пурга». Судно погибло в сентябре 1942 года после прямого попадания бомбы с немецкого «Юнкерса». В 2018 году фрагменты подняли со дна Ладожского озера. Носовая часть корабля станет фрагментом памятника. Алена Каштанова расскажет подробности. Должна быть какая-то история. И прежде всего, конечно, это сохранившийся якорь и нос корабля. Но это все, что мы можем демонстрировать, потому что в основном корпус корабля совершенно изъеден. Корабль, который спас Ленинград, так называют легендарную «Пургу». Флагман Ладожской флотилии, который охранял водную дорогу жизни с самого начала блокады 76 лет, пролежал на дне озера. Сегодня здесь, говорят, нос уцелел, а значит, корабль не погиб. Он не только доставлял грузы, боеприпасы в наш город, особенно те боеприпасы, которые не упускались в городе. Этот корабль выполнял задачи по эвакуации населения, женщин, детей, стариков. Флагманский корабль нес боевое дежурство, участвовал в боевых действиях. Первые обломки судна с 11-метровой глубины достали после долгих поисков в 2012 году. И, наконец, в прошлом году водолазы довели начатое до конца. Говорят, что сбылась мечта найти на дне Ладоги флагмана. В принципе, было известно примерное место. Сложность была единственная в чем. Кругом полностью дно захламлено всеми затопленными судами, плашковатыми, чем угодно. И все затянуто сетями. А так как его еще поднимали в войну, нужно было найти носовую оконечность, на которую можно поднять флаг. Вода разъела почти все носовые части. Элементы, которые уцелели, сейчас находятся на реставрации. Эти стальные элементы, они стали почти что кружевами. Поэтому придется применить какие-то методики для того, чтобы это укрепить. Эскизы будущего памятника уже готов. Особо ничего придумывать не будут. Обо всем уже позаботилась история. Господи, люди твои! Ну и что такое память? Вот в данном случае это живая история, ее можно потрогать. И вот памятник будет состоять из этого. Сейчас мы просто подбираем какой-нибудь камень, который мог бы встать в этом месте и собрать на себе те элементы, которые сохранились. Для Сергея Балабана закладной камень, который сегодня здесь осветили, не просто дань памяти погибшим морякам, а повод для личной гордости. Ведь на этом корабле служил и едва не погиб его отец Михаил Балабан. 1 сентября 1942 года легендарный корабль затонул в пяти километрах от Осиновецкого маяка после прямого попадания немецкой авиабомбы. Она пробила носовую часть. Корабль перевернулся. Пурга унесла с собой на дно 11 моряков. 28, в том числе Михаил Балабан, получили ранение. Его раненого вытащили моряки на руках. Продержали его на обрывке шлюпок. Он потом попал в госпиталь. После ранения снова вернулся на Ладожскую военную флотилию. Затем перевели в воинскую часть Кронштадта. Прошел всю войну. Боевой путь именитого моряка, как и его корабля, приходится собирать по крупицам. В 1949 году в Великом Новгороде он организовал детское морское движение. Именно там решили по-своему увековечить его память. Сейчас есть в Новгороде клуб юных моряков, который является единственным представителем России в Ассоциации кадетов мира. С Кронштадта передали корабль. И решением детей назвали его, в честь его Михаил Балабан. Закладной камень открыли ровно в 4 утра, в день, когда началась Великая Отечественная война. Ну а мемориальную стелу на этом берегу обещают поставить уже к следующей годовщине. Уцелевшие части легендарного сторожевика теперь будут служить памяти всем кораблям Ладожской флотилии. Алена Каштанова, Максим Кузин и Татьяна Климова. Известие. Специально для телеканала 78. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова